Ездить только зимой, летать только летом. Такой выбор стоит перед жителями Усьмайского района, если им необходимо попасть в столицу республики. Муниципалитет находится в 400 километрах от Якутска. Круглогодичную дорогу планируют построить только в следующем году. А пока усьмайцам приходится добираться либо по зимнику зимой, или самолетом в теплое время года. Такая же ситуация внутри района. До вскрытия реки добраться до населенных пунктов можно только самолетом. После закрытия зимника свой первый рейс совершил самолет авиакомпании «Полярные авиалинии». Подробнее об этом далее. Первым рейсом Усьмая прибыли представители авиакомпании «Полярные авиалинии», которых пригласила местная администрация для обсуждения вопросов по дальнейшему сотрудничеству в области авиаперевозок, как до Якутска, так и внутри района. Сейчас провели совещание с администрацией Усьмайского района. Договорились, что, наверное, впервые в этом году мы постараемся, и сейчас мы сделаем расписание, и постараемся его выдержать. Время покажет, как это получится. И, в общем-то, по всем точкам, по всем спорным вопросам, которые у нас были, мы нашли точки соприкосновения. Для перелетов внутри района также требуется воздушное судно. Но готовы ли авиаплощадки населенных пунктов к приему самолетов? Значит, сейчас, на данный момент, на три площадки, три кадастровых паспорта есть. То есть, согласованные и все лежат. И жанцы, и Усьмит, они готовы, но не утвержденные. Там, после облета, будут вот эти согласования, и их утвердят. А из декан вообще никаких нет информации про площадку. То есть, ни в работе этого договора, нигде его нет. Вернее, не договора, а кадастрового паспорта на площадке. В ходе переговоров администрации Усьмайского района и авиакомпании Полярной авиалинии были приняты решения взаимодействия, в том числе и по базированию воздушного судна Ан-2 на территории района. Елена Александрова-Белла Грехова, Роман Александров, НВК Сахаус, Майский Улус. Редактор субтитров А.Семкин